В муниципалитете Нижнекамска прошел новогодний деловой понедельник. Поздравить руководителей города, а также провести совещание, пришли Дед Мороз и Снегурочка. Для того, чтобы освежить в памяти все значимые для города события 2021 года, присутствующим в зале продемонстрировали фильм. У нас в наших героев, как я, интересуется новостями. А в нем на все это критически не хватало. Руководитель исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района Рамиль Мулин подвел итоги уходящего года, а также поблагодарил всех присутствующих за плодотворную работу, подчеркнув, что все это – результат совместной работы. Помимо этого, он отметил существенный вклад промышленного производства в развитие города. Город всегда славится тем, что мы имеем большую химию, большую нефтехимию, нефтепереработку. И, наверное, мы являемся гигантом не просто в словах, а именно в деле. И вот те изменения, которые были в этом году, и те новые производства, которые были запущены в этом году, это, наверное, вклад наших промышленников, чтобы еще раз называться, что мы город нефтехимии. Отдельные слова благодарности были адресованы медикам, чья работа особенно значима в современных реалиях пандемии. Каждая работа медицинской службы внес в свою лепту в сохранение здоровья наших нефтехимий. Не забыли и о радостном событии – дне рождения первостроителя Нижнекамска Рафаила Глянца. Сегодня ему исполнилось 87 лет. Рамиль Мулин отметил, что все, без исключения первостроители Нижнекамска, а также Рафаил Глянц, внесли огромный вклад в развитие города. Сам Рафаил Глянц с теплотой вспомнил важные вехи своей жизни, в том числе переезд на Нижнекамскую землю и начало строительства города, в котором он провел почти всю сознательную и трудовую жизнь. Много трудностей пережили сотни, тысячи, десятки тысяч строителей, преподавателей, медиков, врачей, работников социальных служб всех, будущие лептехимики строили, все город строили промышленность. Рафаил Глянц рассказал, что уже с первых дней первостроители верили, что город будет. Даже когда нас назвали городом, аж в 66-м году, а уже с первых дней первостроители и вновь пребывавшие всегда говорили, мы живем в Нижнекамске, будто это у нас город. И так себя чувствовали и верили, что город будет и будет красивым, современным, в котором будет уютно и радостно жить. Также в своем выступлении на планерке руководителей, Рафаил Глянц выразил надежду на то, что молодежь будет меньше покидать родной город и не рваться в столицу республики. Для этого, по мнению Глянца, город должен выйти на более высокий уровень развития. Не обошлось и без вручения почетных грамот. Символично, что сегодня в День спасателя почетными грамотами и денежными призами удостоились два нижнекамца – школьник Илья Матюшинцев и работник предприятия «Новорол» Владимир Конюхов. Во время пожара в частном доме в селе Старошишминск им удалось спасти двух человек. Официальная часть завершилась новогодними песнями. Это был последний деловой понедельник в 2021 году. И получился он по-настоящему праздничным. Следующий состоится уже в новом 2022 году, а значит, будут новые цели и новые задачи. Олег Боизитов, Алина Иванова, Фахри Исламов, НМедиа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова